В эфире новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Лариана Шемхалаева. Здравствуйте! Вначале короткий анонс главных тем. 15 лет колонии за подделку купюр. В Дагестане задержали фальшивомонетчиков. Подробности через минуту. Так законно или все же незаконно? Очередной проблемный участок на придомовой территории в Махачкале стал темой спора между жителями и застройщиком. Древние печи и сосуды с пиктограммами. Об артефактах, обнаруженных в Дербенском районе, которым более 4 тысяч лет, расскажем в выпуске. Сотрудники ФСБ задержали фальшивомонетчиков из Дагестана, производивших купюры в крупных масштабах. В ходе обыска было изъято около 3 миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемые на территории различных регионов России развернули масштабную сеть сбыта поддельных пятитысячных банкнот. Преступникам грозит до 15 лет колонии и штраф до миллиона рублей. Опять и снова тема незаконных строек. Представители столичной администрации встретились с жильцами дома 16В по улице Габитова. Темой обсуждения стал проблемный участок на придомовой территории. Местные жители сетуют на то, что появился собственник земли и хочет начать строительные работы, уверяя, что у него есть все необходимые документы. В ходе продолжительной беседы люди высказали свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Махачкалы Шамиль Ибрагимов заверил, что вопрос находится на личном контроле главы города и все будет решено в рамках правового поля. Данная проблема усложнена тем, что сроки давности решения Верховного суда, на основании которого было и выдано это разрешение на строительство по исполнителям производства, решение суда 19-го года. На сегодняшний день администрация города по поручению главы города Юсупа Джанбековича направила все материалы по данному объекту в прокуратуру города для инициирования искового обращения в суд, для восстановления срока обжалования и обжалования данного решения в вышестоящую ниссанцию. Идти на конфронтацию с представителями застройщика нет никакого смысла, и это будет неправильно с точки зрения правового поля. Я думаю, исковое обращение жителей данного дома, коллективное обращение жителей данного дома, тоже так же будет принято к рассмотрению в прокуратуре города. И я думаю, Министерство внутренних дел нам окажется действием в том, чтобы приостановить любые действия и попытки к началу строительства данного объекта до дачи правовой оценки прокуратуре города и судебными инстанциями. Современное оборудование и поливные системы, материалы для теплиц и садов, удобрения, средства защиты растений, элитные семена и саженцы. Все это было презентовано на агропромышленной выставке ДАГАГРА-2023, которая прошла во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. Здесь собрались представители 80 компаний из регионов России, а также Турции, Белоруссии и Азербайджана. По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова, у нашего аграрного сектора есть много инновационных проектов и идей. Для их эффективной реализации необходимо экспертное сопровождение и новые агротехнологии. Нам, российским аграриям, предстоит большая дорога. Серьезные задачи поставлены руководцам Российской Федерации, президентом Владимиром Путиным. И аграрий дагестанский наряду с российскими, со всеми работает, старается, достойно их выполнит. И к другим темам. В Дзербенском районе найден археологический комплекс ранней и средней бронзы. Ученые обнаружили древние печи и сосуды с пиктограммами. Памятником культуры более 4 тысяч лет. На месте раскопок побывала Тамара Самедова. У нее и все подробности. Раскрытие археологической тайны. На этом месте были раскопки, которые выявили комплекс гончарных печей. Им более 4 тысяч лет. Вы только представьте, люди, жившие в эпоху ранней и средней бронзы, изготавливали здесь керамическую посуду. И именно здесь занимались товарным производством. Результат раскопок в селении Великен приятно удивили специалистов. Культура керамических печей, найденных в этой земле, в отличие от других, сохранилась на Приморской полосе, когда как другие сменились уже на среднебронзовую. По словам археологов, создавались они на рубеже 3-го начала 2-го тысячелетия до нашей эры. Ранние бронзы и средние бронзы охватывают вот эту культуру в Дагестане. Вот время этих печей керамических, эта культура уже в других местах сменилась другими среднебронзовыми культурами, а здесь в Приморской полосе Дагестана он еще сохранялся. До этого археологам удавалось найти только фрагменты. А сейчас на месте было обнаружено две печи, детали которой почти собраны. Ученые планируют воссоздавать макет древней находки в первозданном виде. Вот мы ее реставрируем, хотим сохранить для музея. Вот какие у них эти дымоходы были на печах. Вот эти фрагменты мы потом друг к другу заклеим, и будет восстановлено. Побимо печей на месте были обнаружены костяные иглы, глиняные статуэтки, каменные топоры и кувшины, на которых изображались сакральные рисунки. К примеру, на этом кувшине предположительно изображено древо жизни. Древних людей структура мира трехчастная. Это ниже корни, это подземный мир, это надземный мир, это верхний мир. У них такое понятие было. В этих местах поиски артефактов ведутся на протяжении третьего столетия. Последний раз раскопки проводились почти 20 лет назад. Все экспонаты, которые были найдены, сейчас хранятся в школьном музее. Каждый экспонат представляет свои ценности. Один с другим у нас экспонаты не скошен. Они отличаются друг от друга. И год, и орнамент, который указан на них. Каждый орнамент, который указан на них, означает что-то. Хотя и по сей день ученые гадают, что написано год в полоске. Что это означает? Вот здесь видите, такие прекраснейшие полоски. А что это означает, вот эти полоски, к сожалению, наши ученые не знают. Пока не знают. Может быть, со временем будут изучать. Абдул-Бессер Кулиев делится, что для него история родного села всегда была на первом месте. В скором времени его музей пополнится еще одним ценным экспонатом. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Дербенский район. В Каспийске проходит выставка «Открытки мира. Путешествия по почтовым маршрутам», представляющая коллекцию искусствоведа Екатерины Дитковской. Экспозиция включает в себя почтовые карточки, конверты первого дня, художественные открытки с марками и другие предметы области коллекционирования и изучение знаков корреспонденции с разных уголков мира. С 2010 года я коллекционирую почтовые карточки, которые присылают мне открытки. Сейчас у меня в коллекции 187 стран и чуть более 8000 открыток, прошедших почту. Здесь есть, например, карт-максимумы. Это такой коллекционный материал, когда на открытке тематическая марка и штемпель, то есть печать на ту же самую тематику. Или конверты первого дня, когда почтовая служба выпускает новую марку, она выпускает также конверт на ту тему и специальное огошение на эту же тему и делает такая же опять коллекционная вещь на конверте, наклеена марка и штемпель на ту же тему. Выставка проходит в городском краеведческом музее и продлится до 22 октября. Посетить ее может любой желающий. Мавлит для незрячих детей в завершении священного месяца Рабиуль Авваль организовали дагестанские чиновники. Центр для слепых их сан, открытый по инициативе муфтия республики шейха Ахмада Афандий, посетил мэр Махачкалы Иисуп Умавов и депутаты Народного собрания. Концертная программа, творческие номера и приятное застолье. Подробнее о мероприятии в сюжете Айши Тухаевой. Ас-салам алейкум. Ас-салам алейкум. Алейкум ас-салам. Она меня, наверное, не помнит, это себе. Она по рукам узнает. Она спрашивает по голосу и руки вот так щупает. Все, она запоминать начинает. Даже соберет. А ты помнишь, я на Мавлик к тебе приходил? Помнила? Ты у меня же на коленках сидела. Да, моя красавица. Помню. А ты знаешь, кто к тебе в гости пришел? Кто? Идем, я тебя познакомлю. Сказать. Это что за такая красавица? Кайка Халюка. Башал. А ну возьми его руки. Салам алейкум. Башал, 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 башал. Кайка Халюка. Как дела, спрашивает она. Ас-салам. А нужно ответить алихамдуляк. Сабии 7 лет. Она не видит с рождения. В школе Центра Ихсан она, как и другие детишки, учится читать Коран. Обучается всем школьным дисциплинам и основам ислама. В школе праздник. К незрячим воспитанникам пришли почетные гости. Сабии повезло. У нее любящие и внимательные родители. Они помогают ей во всем. Сегодня они участвуют в организации «Мавлида». А также накануне вместе с дочкой разучили стих. О, пророк, ты наш любимый, Мустафа Ахмад Ахрам, кроткий, скромный наш родимый, Мухаммад тебе салам. Доброе слово любому человеку важно. Доброе слово любому человеку важно. Если человек и не видит, и не слышит, если просто взять его руку в свои ладони, он это тоже почувствует. Мы слишком жесткие стали в последнее время. А нужно, чтобы сердце было тепло. Каждый день в Центр Ихсан обращается большое количество слепых. Школа уникальная, все услуги в ней бесплатные. Сюда приезжают и просят принять их из разных регионов России. Но школа физически не может разместить всех желающих. Это боль для директора, у которой двое слепых детей, и она понимает, как сильно незрячие нуждаются в тех знаниях, которые здесь дают. Столько эмоций переполняет, да, вот как они это все переносят. Переносят, как они, вот эту любовь, которая, они, жизнь и любовь, любовь к Всевышнему, любовь к пророку, вот как Всевышний вложил их сердца. Конечно, вот это все чувственно, очень чувственно, наполняет сердце. И хочется много что говорить. И благодарить организаторов, людей, которые всю свою жизнь отдали именно этим детям, этому центру. А мы, я думаю, мы придумаем, каким образом оказаться рядом, быть помощью этой школе. В центре дети проходят и необходимую для их развития реабилитацию. Особенность школы еще и в том, что люди с полным отсутствием зрения получают здесь важные навыки. Я в восторге. Настолько душевные гости. Просто вот, наверное, как наш центр называется, их сан, искренность. Вот таких искренних людей Всевышний посылает к нам. Алхамдуля, за что я очень благодарна Всевышнему. Благодарна нашему Удьяву, Ахмад Хаджа Булаеву, его супруге Ани Гамзатовне, за то, что вот они открыли такой центр, за то, что есть у нас возможность, у наших незрячих, я как сейчас, как мать скажу, да, обучаться Корану, основам ислама. И у нашего народа помогать этим детям. Родители маленькой Сабия этот праздничный день провели вместе с дочкой в школе Ихсан. Они, как и несколько других родителей, участвуют в буднях школы, помогают как могут. Ведь для большой семьи незрячих и особенно для таких детей очень важна любая поддержка. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Новости ННТ, Махачкала. Историю мусульманской дипломатии обсудили на научно-практической конференции под названием «80 лет исламской миссии». Делегаты из стран СНГ и субъектов России собрались в Московском государственном лингвистическом университете, где выступили с докладами на различные темы. В том числе обсуждались и совместная деятельность православных и мусульманских священнослужителей на международной арене в годы в Холодной войне и в современную эпоху. Дагестан на форуме представлял помощник муфтия республики, доктор исламских наук Магомед Магомедов. И в завершении выпуска немного о спорте. Секреты мастерства и даже некоторые спортивные хитрости. Представители клуба Universal Fighters провели мастер-класс в Дагогнях. Своим опытом с местной молодежью поделились бойцы ММА и титулованные грэпплеры. Рамазан Имеев, Шамиль Магомедов, Магомед Акаев и Руслан Нажмуддинов показали юным спортсменам приемы и комбинации, которые не раз вручали их в бою. Поймали ногу, вот шаг делаю на него, корпус хватаю, правая нога шаг, это подсечка и просто на него вот из равновесия выводите. Дети следили за каждым движением титулованных гостей и с энтузиазмом их повторяли. Организаторы уверены, такие мастер-классы – это отличный метод популяризации спорта в отдаленных городах и районах региона. После тренировки чемпионы отвечали на вопросы и обратились к молодежи со словами напутствия. Мастер-класс, как обычно, на лучшем уровне, ребята, видно, прислушиваются, им это все интересно, они видят, что пришли чемпионы, и они сами хотят стать чемпионами. В наше время очень много пагубного появляется, и надо развивать спорт, надо развивать интерес к спорту у детей, чтобы у них не было плохого стремления. Конечно, хотелось бы, чтобы еще больше проводили такие же мастер-классы, потому что бойцы, когда делятся опытом, мы много от них берем, и можем в дальнейшем их в боях. Дальше мы тоже планируем по профессионалам выступать, чтобы многое мы от них брали, чтобы они правильный пример нам подают, дают много мотивации. На этом у меня все. Следите за развитием событий в наших социальных сетях. Я, Ларьяна Шамхалаева, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин